Здравствуйте, ребята! Спасибо, что пришли в гости к дедушке Саше. Сегодня я расскажу вам сказку про Никиту Кожемяку. В старые годы появился невдалеке от города Киева страшный змей. Много народа из Киева потаскал свою берлогу, потаскал и поел. Утащил змеи царскую дочь, но не съел ее, а крепко-накрепко запер в своей берлоге. Увязалась за царевну из дома маленькая собачонка. Как улетит змей на промысел, царевна напишет записочку к отцу к матери, привяжет записочку собачонке на и пошлет ее домой. Собачонка записочку отнесет и ответ принесет. Вот раз царь и царица пишут царевне. Узнайте от змея, кто его сильней. Стала царевна от змея добытываться и добыталась. Есть, говорит змей, в Киеве Никита Кожемяка, тот меня сильней. Как ушел змей на промысел? Царевна написала к отцу к матери записочку. Езди в Киеве Никита Кожемяка, он один сильнее змея. Пошлите Никиту меня из неволи выручать. Сыскал царь Никиту и сам с царицей пошел его просить выручить их дочку из тяжелой неволи. В ту пору мял Кожемяка разом двенадцать воловьих кож. Как увидел Никита царя, испугался, руки у Никиты задрожали и разорвал он разом все двенадцать кож. Рассердился тут Никита, что его испугали и ему убытку наделали. И сколько ни упрашивали его царь и царица пойти выручить царевну, не пошел. Вот и придумал царь царицы собрать пять тысяч малолетних сирот, осиротил их лютый змей и послали их просить Кожемяку освободить всю русскую землю от великой беды. Сжалился Кожемяка на сиротские слезы, сам прослезился. Взял он триста пудов пеньки, насмолил ее смолою, весь пеньку обмотался и пошел. Подходит Никита к змеиной берлоге, а змей заперся, бревнами завалился и к нему не выходит. Выходи лучше на чистое поле, а не то я всю твою берлогу размечу, разломаю, сказал Кожемяка и стал уже бревна руками разбрасывать. Видит змей беду неминучую. Некоду ему от Никиты спрятаться, вышел в чистое поле. Долго ли, коротко ли они бились, только Никита повалил змея на землю и хотел его душить. Стал тут змей молить Никиту. Не бей меня, Никитушка, до смерти. Сильней нас с тобой никого на свете нет. Разделим весь свет поровну. Ты будешь владеть в одной половине, а я в другой. Хорошо, сказал Никита. Да надо прежде между нами межу проложить, чтобы потом спору про меж нас не было. Сделал Никита саху в триста пудов, запряг в нее змея и стал от Киева межу прокладывать, борозду пропахивать. Глубиной та борозда две сажени с четвертью. Провел Никита борозду от Киева до самого Черного моря и говорит змею. Землю мы разделили, теперь давай море делить, чтобы о воде промеж нас спору не было. Стали воду делить, вогнал Никита змея в Черное море, да там его и утопил. Сделавши святое дело, воротился Никита в Киев, стал опять кожи мять, не взял за свой труд ничего. Царевна же воротилась к отцу и к матери. Борозда Никитина, говорят, и теперь кое-где по степи видна. Стоит она валом, саженая на две высотую. Кругом мужички пашут, а борозды не распахивают. Оставляют ее на память, а Никите кожемяки. Тут и сказочке конец, а кто слушал, тот молодец. Заходите ко мне в гости еще. Субтитры сделал DimaTorzok